Микс Ньюс. Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Олег Пекка. Эта программа встретились, поговорили. И, знаете, обычно мы встречаемся, и очень приятно, когда мы встречаемся на постоянной основе, с периодичностью уже какой-то. И сегодня в нашей студии психолог, российский психолог Ирина Богачев. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. И организатор всевозможных мероприятий, культурных и интереснейших. И очень культурных. И очень культурных. И Елена Михайлова, доброе, добрый день. Доброе утро, добрый день. Сегодня мы продолжаем нашу серию бесед о психологии, о такой интересной теме. Мы сегодня поговорим, как первая любовь и первое свидание. Ведь это, в самом деле, для многих людей, это чудовищный стресс для тех, кто переживает первую влюбленность. Это страх быть отвергнутым. Это полное отсутствие опыта, понимания, отношений людей, как вести себя. Всегда подростки страшно комплексуют, переживают. Это даже видно. Ну, то есть, вот родители безошибочно понимают, когда их ребёнок влюбился, потому что они меняются, они становятся какими-то очень неловкими. Перестают приходить на обед. И вот сегодня мы поговорим на все эти темы. Вообще, действительно ли влюбляются по-разному? Есть ли какие-то отличия между влюбивчивостью мальчиков и девочек, мужчин и женщин? Спасибо за вопрос. Вообще, эта тема одна из излюбленных. И вообще, всё, что про любовь, мне, например, очень сильно нравится. Это моя самая любимая тема. Ну, надеемся, что у Олега тоже. Да, действительно, люди все влюбляются по-разному. И вначале я некие универсальные, расскажу отличия. Универсальные отличия. Ну, во всяком случае, для мужчин и женщин одинаковые. А потом разведу и понятие, как влюбляются по-разному мужчины и женщины. Они действительно влюбляются по-разному. И по-разному ли, да? По-разному. У меня тоже такой вопрос был. Вот, да. Итак, прежде всего, есть такое понятие, как репрезентативные системы. Что это такое? Это канал восприятия. Вот у Олега, например, может быть визуальный, у тебя может быть аудиальный. У кого-то киностетический, то есть нравится дотрагиваться, да? А у кого-то дискретный, дигитальный, то есть влюбляюсь в мысли. А по запаху? А по запаху? По запаху тоже, но ведущих вот четыре, а считается, что обонятельные, это же дополнительные. Хотя, на самом деле, именно в первой любви, в первом влечении запах играет колоссальную роль. И вот это называется Игоря. Ну, например, вообще абсолютнейший миф, когда говорят о том, что мужчины любят глазами, а женщины ушами. На самом деле все может поменяться. Например, действительно, например, у мужчины визуальный якорь, а может быть и у женщины. Она, например, увидела этого мужчины и говорит, боже мой, это вот мой идеальный образец, я таких видела в своих снах и так далее. А может быть, аудиальный. Например, одна девушка мне рассказала, что она очень сильно ругалась со своим приятелем в компании, а потом вдруг они оказались в одном пространстве, где был рояль. Он сел и сыграл системун на рояле. И она говорит, я просто зависла, я не могла вообще рта открыть, и я поняла, что, наверное, это все, я попалась. А может быть, якорь тактильный. Я очень сильно люблю эту историю про то, как парень с девушкой в офисе работали, и она не обращала на него никакого внимания. А потом был новогодний корпоратив, привезли мандарины, он сидел рядом, чистил мандарины. И потом брал черные этикеточки Марокко, брал вот такую руку, как я взяла сейчас Ленину, и вот на косточке наклеивал ей сюда вот эти черные этикеточки. И вот она так же открыла руку, как сейчас Лена. Она говорит, я поняла, что это да. А иногда вот дискретный, да, якорь, дискретный канал восприятия, то есть влюбляюсь в мысли. То есть человек может совершенно не соответствовать твоим внешним идеалам. Но, например, он начинает что-то говорить или как-то говорить, и ты уже не видишь, что он некрасивый. И с каждым новым словом он становится для тебя все более желанным, потому что ты готов наслаждаться и наслаждаться этими мыслями, этими словами. Вот, это вот пространство восприятия. А само произношение? Потому что ведь есть даже люди, которые просто испытывают какое-то невероятное вот... Как-то начинают говорить вот таким вот шепотом. Вот это вот какой-то такой вот... Есть люди, которые просто сходят с ума, именно вот когда другой человек начинает вот как-то очень... Ну вот тихо, но вот это вот какой-то вот... Или помнишь фильм «Рыбка по имени Ванда», когда по-немецки, да? А, да, и по-немецки вдруг, да. Да-да-да. Вот. Ну, а теперь немножко буквально два слова про то, что действительно по-разному абсолютно влюбляются мужчины и женщины. И здесь различие в том, что женщины аналитичны, а мужчины синтетичны. То есть мужчины влюбляются в целостный объект, причем влюбляются сразу от трех минут до трех часов. Либо он уже вот схватил, что называется, эту энергию, и все. Ему уже все равно, какая эта барышня, высокая или маленькая, худенькая или полненькая. Вообще, блондинка или брюнетка, умная или глупая, без разницы, вот что называется, схватил энергию. И поэтому, как правило, в течение сорока восьми часов мужчины проявляются, если эта барышня их заинтересовала. Напрямую или косвенно, через социальные сети, поставив лайк, или попросившись стать твоим другом и так далее. Или в обход через каких-то друзей. А вот барышни, они влюбляются аналитически, то есть за какую-то детальку. Вот, в частности, я сейчас рассказала эту историю с этикеточками. Барышня два года не обращала внимания на этого молодого человека, а потом вдруг, вот, раз, и обратила внимание. То есть мужчина может переодеться, подстричься, например, освоить какую-то новую деятельность. Или вдруг удивить каким-то своим скрытым талантом. Сегодня я буду об этом рассказывать, да, о чем поговорить на первом свидании. Ну, например, они пришли в караоке, и выяснилось, что он великолепно поет. И весь зал ему аплодирует, она думает, боже, где же она его заметила. Именно так. Или мне очень нравится одна история. Барышня говорит, я никогда не обращала внимания на молодого человека. Мы стояли, говорит, в очереди. Но я не помню, что это было за очередь и куда. И мужчина, который стоял за ними, он сказал, девушка, какой же рядом с вами красивый молодой человек. Она говорит, да, красивый. То есть это косвенное, да, внимание, которое дали. То есть иногда человек сам не видит. Но вдруг окружающие начинают говорить. Это вот барышня. Вот таким вот образом реагирует на мужчину. То есть иногда могут не видеть. Ну ничего себе. А потом кто-то косвенно сказал, да ты же посмотри, он же такой умница или красавец. То есть нам нужен. Попросил друзей случайно встать в очередь и сделать тебе комплименты. И все, девушка твоя. Мы вот сейчас прям очень хороший метод рассказали. Да, то есть действительно по-разному. Кстати, да, я помню себя в молодости. Мне очень важно было, чтобы вот этот мой молодой человек, так сказать, да, он нравился абсолютно всем моим подругам. Но потом прошел какой-то период жизни, и мне уже стало неважно, то есть как вот он визуально выглядит. Неважно, чтобы он внутри, ну как бы вот какая-то была глубина у него иная, да. Потому что ты видишь его, ну вот я воспринимаю мужчину, первые две минуты внешние. Потом я уже не вижу, как он выглядит. Я вижу его уже изнутри. И вот то, что там внутри. То есть дискретный я, когда ты в мысле влюбляешься. Да, да, да. Либо вот оно, да, меня цепляет, либо уже, извините. Три часа прошло, до свидания. Что является ведущим каналом? Нам прям очень интересно. Очень сложно сказать. Может быть тоже дискретный. Или всякий раз по-разному. Может быть. Мужчина-то бывает, да, наверное, по-разному. А если вот, ну действительно вот произошло вот это, какое-то вот волшебство, какой-то щелчок, вот, и первое свидание, вот что, какие подводные камни оно несет? Потому что это всегда ведь очень и очень страшно. Единственная возможность произвести первое впечатление. Ой, это действительно, первое свидание, это вообще колоссальнейший стресс для большинства людей, ну кроме там парочки психотипов, для которых вообще, у которых базовая эмоция игра, так или интерес, удивление, им как бы они не испытывают стресса. Все остальные люди, они, конечно же, переживают, что, возможно, они будут неуспешными и так далее. И вот здесь я хочу привести некое исследование Американского университета, Нью-Йоркского, они по три минутки предлагали людям пообщаться или записать видео для первого свидания. И вы знаете, какие данные интересные? Если ты общаешься три минуты вживую, ты ищешь больше позитива, ты пытаешься найти больше позитива. А если ты отправляешь видео, которое можно просмотреть еще, 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 люди начинают искать негатив. Поэтому, ну, один из моих советов, встречайтесь сразу живьем, потому что, да, это видео будут просматривать и каждый раз будут выискивать там какие-то недостатки. Так вот, да, люди могут очень долго переписываться, более того, у них может быть уже перепиской даже такого любовного плана, да, и тогда еще больше возникает страх встретиться лицом к лицу, потому что там вот в гаджетах или в соцсетях мы уже там такое писали друг другу. Прямо у нас уже там все случилось, да, и тут вдруг… И визуализация вдруг не совпадает, да. А вот сейчас мы встретимся живьем, а что будет? И здесь действительно правда. Ровно 30 секунд наше первое впечатление, и дальше уже потом изменить очень сложно впечатление о себе, поэтому важно все. Что? Как ты выглядишь? О чем ты говоришь? Ну, и, соответственно, куда же тебя пригласили или ты пригласил? Кстати, сейчас инициатива и за мужчину, и за женщину, то есть я уже говорила, по-моему, об этом без разницы. Итак, мне вот, у меня на первом плане о чем поговорить на первом свидании? Вот мне на самом деле не очень даже важно, где, главное о чем. И вот здесь я хотела бы дать несколько советов, как можно сразу расположить к себе человека. Ну, ученые говорят о том, что нужно найти общие точки соприкосновения, что у тебя есть такое же, как у меня. Ну, например, у нас есть общие знакомые. Сто процентов сейчас, особенно когда соцсети, ой, а ты знаешь этого, ты знаешь этого. То есть хорошо, мы уже социальный круг некий определили. Да, но даже если у нас нет общих знакомых, и иногда люди говорят, да я вообще не знала, что он, оказывается, какой-то известный певец или музыкант или психолог и так далее. Тогда, возможно, у вас есть братья и сестры, возможно, у вас есть любовь к домашним животным. Или, например, какие-то увлечения. А вот темы, что есть какие-то любимые маршруты, вот я тут статистику выписала, или любимые фильмы. Всего лишь 9% статистики занимают, то есть не особо объединяет это людей. Любимые фильмы и любимые маршруты. А, любимые маршруты 18%. Вот. И можно сразу переходить к откровенности. Это вот я уже даже несколько раз пробовала сама поговорить о страхах. Слушай, ты знаешь, я в детстве так боялся то-то, то-то. Нет ни одного человека, который чего-то не боялся в детстве. Да не только в детстве. Да не только в детстве, да. В детстве вроде, знаешь, что грязь не так опасна. Конечно, конечно, конечно. Но ведь не каждый захочет говорить об этом сразу же, вот, скажем, на первом каком-то свидании или на первой встрече. Когда ты первой начинаешь, говоришь, у меня вот есть такой детский страх, я боюсь того-то, того-то. То есть ты первый пас делаешь, как правило, люди отвечают. Я не знаю. Ты вроде открываешь, да, как крючок уже? Да, да, да. Потому что ты как бы немножко приоткрыл себя. И вот сейчас, ты знаешь, и потом это перешло в такую-то форму, и безусловно мне немножко это мешает и так далее. То есть вообще можно перетянуть это на первое свидание и таким образом, что называется, соломку подстелить и сказать, что у тебя тоже есть страх этого первого свидания. И ты, ну, как бы пытаешься получить согласие от партнера, что да, я боюсь, но не напрямую. Вот, ты знаешь, я так боюсь. Вот я пришел на первое свидание, да. Вот я пришел сейчас. Я так боюсь, так боюсь. А когда ты про детские страхи, вроде как о страхах, но о других. Человек говорит, да не беспокойся, на самом деле это не беспокойся сегодня и здесь и сейчас, он тебе говорит. Можно говорить о любимой еде. Ученые говорят, что это, кстати, хорошая тема, а что тебе нравится поесть. А сейчас вообще тенденция, что мужчина очень, кстати, любит готовить. И можно заинтересоваться рецептом какого-то блюда и так далее. Вот интересная музыка 50 на 50, а интересное чтение точно нет. Потому что вот здесь может сложиться впечатление у человека, если он, допустим, не читал Каэльи или еще кого-то, что она меня проверяет, ну, я с точки зрения женщины сейчас говорю, она меня проверяет на степень моей образованности, эрудиции и так далее. И у человека может пойти негативный отклик. Или комплекс изначально сложился. Ой, нет, она вообще... Сильно умная для меня. Умная, точно. Бегу-побегу-по, я быстрее отсюда. Точно не нужно. Очень интересная тема – это твой скрытый тайный талант. Ну, например, по-моему, ты мне говорила, Леночка, что ты любишь с машинами что-то там, какие-то манипуляции совершать. Нет, я вообще люблю технику любую. Неважно, что ты на мотоцикле или масло могу поменять или что-то там... Могу, естественно. Ну, конечно же, когда мужчина видит такую очаровательную, стройную, питерскую... Международную, да. Международную блондинку, у них вызывает крайний интерес, как же вот она такая хрупкая и может поменять масло. Например, один мой приятель, он очень сильно любил вязать. И вот он всем вязал и потом дарил какие-то вещи. То есть у людей тоже есть скрытые таланты, которые очень часто... Ну, они как бы в парадигму социума не вписываются, что вот они женские, мужские. Но когда ты тоже первый задаешь тон и говоришь, что, знаешь, а я вот очень люблю, вот удивишься. Тот, и тот, и тот. Наверное, у тебя тоже есть... А не получится, что как будто бы человек хвастается. Вот это да. Да, ты знаешь, вот такой момент, что у меня как будто бы хвастается, потому что бывает, что иногда это даже не хочется слушать. И как правило, да, получается, что человек больше любит рассказывать о себе. А это очень хороший вопрос. Вот этот процент, да, рассказов друг о друге, он должен быть сбалансирован, потому что вот этот закон давать брать. А когда человек рассказывает только о себе, только о своих талантах и о своих успехах, безусловно, он сконцентрирован на себе, то есть эгоцентрирован. И, понятное дело, может, ему вообще никогда до тебя дело не будет. Ты сидишь, слушаешь и думаешь, давай-ка ты уже останься сам с собой, дорогой, да? Очень часто бывает так, что тревожные люди, они думают, лучше я помолчу и ничего не скажу, знаешь, за умного сойду. А потом уже когда-то, и действительно складывается впечатление, что, наверное, он такой самодостаточный, он не хвастается, ничего себе не рассказывает, он так уверен в себе. А потом эти тревоги, здесь 50 на 50, могут потом выйти в ваших отношениях, и эти тревоги разрушат вообще все отношения. Вот и у меня тоже как раз был вопрос, то есть если мы говорим вообще о первой любви, да, то как быстро у человека могут сойти вот эти розовые очки? Потому что ведь ты когда влюбился, ты летаешь, и тебе кажется, что это твое навеки вечное. Вот, и вдруг у тебя сошли розовые очки, ты смотришь и думаешь, боже мой, где же были глазоньки, когда рученьки-то брали, да? Вот в какой момент это сходит или не сходит? Как распознать, что вот это вот действительно твое навсегда или не твое? А можно, Леночка, я отвечу на этот вопрос в конце нашей передачи? Можно, чтобы он был таким, да, завершающим. Я тут еще что-то выписала интересное. Вот американцы, у нас вот мало таких исследований. Американский ученый из Нью-Йоркского университета, не буду называть его фамилию, он, изучая механизмы формирования романтических отношений, составил список вопросов, которые стоит обсуждать на первом свидании. И вот я думаю, здесь вот мы как раз подвесим такую большую интригу. Люди как раз, какие же вопросы нужно задать? И мы через пару минут вернемся в студию и расскажем. Успеть достать ручки и бумажки. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Я напомню, что у нашей студии организатор мероприятия Елена Михайлова и российский психолог Ирина Богачек мы говорим о первой влюбленности, первой любви, первом свидании. Кстати, вы можете тоже задавать вопросы 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот мы как раз перед тем, как ушли на новости, говорили о том, что американские ученые провели исследование и составили список вопросов. Да, которые нужно задавать на первом свидании, и тогда создастся такой некий эффект игры в откровенность. Я сейчас задам эти вопросы, потом коллеге предлагаю обсудить, потому что лично у меня они вызывают некое такое сомнение. Вопросы под вопросом, да? «Да, да, да. Хотел бы ты прославиться. В какой сфере? Была ли у тебя давняя мечта? Почему тогда ты ее не осуществил? В чем твое достижение? Какое твое самое драгоценное или страшное воспоминание?» Вот у меня… Ну, если что, уже унижают как-то так, мне кажется. Почему ты не осуществил? Почему ты не осуществил, да? Была ли у тебя мечта или хотел бы ты прославиться? И в какой сфере? У тебя не получилось. Собственно, да. Любовью тут не сильно уже… Американцы говорят, что люди сразу начинают себя чувствовать очень близкими, родственными душами и так далее. Ну, вот… Скорее, прием в компанию. Вот на какой-то такой… Да, 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 да. Ну, вот, честно, анкета на заполнение CV. Честно, мне вот не очень нравится эта история. А вот, например, рассказать про свое самое смешное свидание, почему нет, самое ужасное, наверное, не стоит. Чтобы было отрицательное подкрепление, да. Прекрасную же историю из «Иронии судьбы», когда вот Лукашин рассказывает своей, ну, невесте о том, что у него была уже женщина, от которой он сбежал, вдруг испугался. Вот можно ли такие вот откровенности рассказывать? Если они с юмором, со смехом… Смех всегда объединяет при условии, что это не конкурентое… А не может ли это зацепить как раз человека, с которым ты встречаешься? И, в общем-то, ты уже, как говорится, другого… Вот ты встречаешься с женщиной, да? А по сути, ты рассказываешь про другую, да? Ну, то есть, ага, женщина же может подумать. Так, вот он ее не может забыть, тогда, собственно, зачем я здесь ему нужна, да? Леночка, огромное тебе спасибо, да, за вот этот вот вопрос, потому что вот в моей психической реальности, Ирина Богатчик, психолога, во время свидания не может быть третьего, вот даже фантома, потому что отношения, я очень люблю, да, цитировать своего учителя, академика Дмитриева, она говорит, отношения – это удары двух ладошек. Если поставишь сюда кого-то третьего, бывшего возлюбленного, да, каких-то бывших жен, мужей и так далее, да, их не присутствует здесь, это просто фантомы, но уже отношения нарушаются. Есть наше пространство, ты и я, мы можем говорить о чем угодно, даже если у нас не совпадают какие-то интересы, но это все-таки про тебя и меня. И я вот категорически не люблю, когда со мной разговаривают про других человек. Даже мама, вот даже мама, вот моя мама, а ты знаешь, вот моя мама любит готовить там вот борщ, там… Это еще одна женщина, это еще одна женщина. Ну да, это уже верность. Дочка – это еще одна женщина и так далее. Вот, и есть такое, кстати, такая игра «Правда или желание», знаете? Да. Вот, «Правда или желание». Давай поиграем в игру «Правда или желание». Что ты выбираешь? Лена, например, говорит «Правда». И я тебя спрашиваю, скажи, пожалуйста, а как ты относишься к абортным? Не надо отвечать. Если ты говоришь, о, нет, я не хочу отвечать на эту тему, тогда я тебе говорю, тогда ты исполни мое желание. То есть «Правда или желание». Тоже, кстати, американская игра, не совсем она в нашей культурной парадигме, но молодежь, вот я все-таки в университете преподаю, они, кстати, очень любят даже играть, часто играют, вот я слышу на переменах между лекциями. А вот у меня вопрос, да, если мы говорим все-таки о первой любви, в каком возрасте она, вот та самая первая любовь зарождается? Это детский садик, когда вот прибегает там Машенька, допустим, вот, а мне Колечка сегодня Колечка подарил, замуж позвал, да, или все-таки тоже в каком-то осознанном возрасте приходит, а все, что было до этого, ну, это как бы период созревания, просто какое-то первое влечение. То есть это терминология, наверное, да, вот, что такое первая любовь? Да, первая любовь, и в каком возрасте она, или она может вообще не быть всю жизнь, и вдруг в 90 лет к тебе, о, и ты не можешь ни спать, ни есть, наконец-то это чувство пришло. Или, может быть, вообще оно не придет, но вот у кого-то всю жизнь человек прожил, и вообще не понял, что это такое. Да, вот, дело в том, что, да, действительно, никто детскую сексуальность не отрицает, и прекрасный дипов комплекс с 3 до 6-7 лет, когда и зарождается та самая первая любовь, и первичным объектом является родитель противоположного пола, и в зависимости от того, как человек перепроживает этот дипов комплекс, то есть этот период, это несет отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Если он перепрожит как-то неправильно, ну, например, для девочки, если папа ушел из семьи в этот период, и у ребенка, для ребенка родители всегда боги, он никогда не обвиняет их, всегда начинает винить в том, что произошло, в том числе и между родителями себя. И у такой девочки закладывается представление о том, что меня оставили, потому что я плохая, или любовь нужно заслужить, и тогда меня полюбит, и тогда папа снова вернется и будет приходить. Но вот уже действительно, если мы говорим о той любви, которую можно плюс-минус назвать любовью, когда есть и телесный, и эмоционально-чувственный, и когнитивный, то есть умственный уровень. То есть если пока нет телесного, это не любовь, да? Да, да, хотя бы, это безусловно не раньше генитальные фазы, а генитальная фаза у девочек 12-14 лет, у мальчиков 14-16, мальчики чуть-чуть попозже развиваются, но это, я думаю, хорошо всем известно. И вот тогда действительно уже может случиться то самое чувство, может быть, даже телесного контакта и не будет, но представление о том, как это, да, в детских, ну, в подростковых фантазиях, в снах, потому что для нашего бессознательного без разницы, реальная эта ситуация или воображаемая. И оно будет нам выдавать в наших снах как раз вот эти желаемые вещи. Должна ли быть первая любовь обязательно, ну, безответной, несчастной, потому что очень многие, ну, вот считают, что это какой-то опыт, который переживает, ну, скажем, мальчик, если у него сразу же вот он влюбился в девочку, девочка, ну, может быть, старший вот тут же его позвала куда-то уединиться, у него будет разрушен, ну, вот весь этот вот романтический, удивительный мир, где он пишет стихи, где он страдает, стоит под окном, это дает ему какой-то вот опыт, который затем проявится по-другому. А если этого не будет, то это, ну, опошлиц как-то унизит и сразу разрушит его чувство представления любви. Опять же, все зависит от психотипа. Один отрицательный опыт, если он не по всем трем пунктам не состоится, то есть на телесном, на эмоциональном, ну, допустим, а мальчик влюбился в девочку, она, допустим, согласилась с ним повстречаться, и у них случилась интимная близость, да, и вот, допустим, она ему говорит, что ты, ну, в общем, неуспешен, и интересы-то у тебя примитивные, и вообще поговорить с тобой не о чем. Вот если по всем трем она пройдется, ну, есть такие злые девочки, вообще молодежь, она достаточно цинична, вот, тогда может действительно быть очень сильная травма. А если, ну, вот не ответили тебе взаимностью, может на всю жизнь остаться эта любовь. И сколько угодно мы знаем истории, когда люди говорят, боже мой, прошло столько лет, да вчера я давала интервью, и журналист, уже взрослая дама, она мне как раз рассказала о том, что вы знаете, боже мой, сколько лет прошло, и тут в одноклассниках меня находит моя первая там школьная любовь, и я вообще, говорит, когда-то за него замуж собиралась, и он приехал ко мне со свадебным платьем, а я вышла замуж за другого. Такая вертихвостка была. И говорит, всю жизнь я жила с чувством вины, что я вот его обманула, и думала, что он меня ненавидит. И тут вдруг он приезжает в Ригу, здесь, это в Риге вчера было, и говорит, это что-то, это какие-то необыкновенные ощущения, чувства. И вот он, да, и она говорит, я вот посредством этих чувств вернулась в ту, какой я была там в 18 лет, да, в ту самую девочку, и снова переживаю эти же чувства. Понятно, что уже ничего не состоится, но любовь – это не болезнь, это состояние. И если это действительно любовь, она уже с тобой остаётся на протяжении всей твоей жизни. То, что с нами когда-то случилось, у нас и осталось. Она может вот по синусоиде, то есть может снова вспыхивать, утихать, вспыхивать, утихать. Но если этот объект, вторичный объект, действительно стал для тебя предметом любви, это на всю жизнь. А бывает же наоборот. Вот я скажу, допустим, у меня было такое в моём опыте, что в школе действительно я была влюблена в одного мальчика. Слушай, вся школа. То есть я его, вот тот самый случай, когда я его не замечала, пока мне вдруг не сказали, так все же в него влюблены. Ну и тут мне надо было сразу же влюбиться. И действительно года четыре, да, мне казалось, что всё, никогда в жизни такого чувства не повторится. Потом я его встречаю спустя там нацать лет, смотрю и не понимаю, что это было. Ну то есть совершенно, он не то, что не трогает, но даже некое отвращение случилось. Вот как это? Значит, это была не любовь? Это была влюблённость, скорее всего, да? То есть вот эта вот страсть, вот эта рефлексия, эмоция. А если же мы всё-таки говорим о любви, когда вот все три составляющих есть, ты, например, можешь не иметь телесной близости, но хотя бы встречаться, разговаривать с этим человеком. Вот у меня есть одноклассник, с которым мы, ну вот, уже достаточно долгое время вместе. И вот он, и он прям открыто говорит, да, люблю тебя всю жизнь, вот хотя бы что-нибудь для тебя сделать. Вот совершенно недавно возил в Москву, у нас специально поменял свои даты. Ах, вот кто вас в Москву возил? Да, 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 да. А может быть вот такое чувство, оно на протяжении долгих лет не уходит, потому что, так сказать, твой объект для тебя недоступен, такое тоже возможно ведь, да? Мы в школе встречались. Нет, я вот сейчас даже не про тебя говорю, в частности, а бывает, что вот ты вроде любишь, да, и вот пока для тебя эта картинка, которую ты не можешь, так сказать, взять, пощупать, вот это происходит много лет. Ведь такие тоже, наверное, случаи есть. Это любовь или это… Это один из психотипов людей, для них вот это вот очень важно, они зависают, так называемые достиженцы, то есть они зависают на том, что вот это мне недоступно, потому что базовые эмоции нет у них. И поэтому хочется, да. И вот пока я не получу, то есть очень целеустремленные люди, им все равно, вот эта любовь или, допустим, нефтяные скважины или еще что-то. Да, 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 да. Даже это, по-моему, называется синдромом Скарлета Хара, когда вот она влюблена вот в того, именно кого она не может получить. Она, да, 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 а потом ты, когда получаешь, смотришь, что это? Она не получаешь. Некоторые люди, да, вот с адома-мазохистических отношений, они влюбляются в тех, которые они действительно не могут, ну, не то что получить, но быть с ними, скажем так. А возможно все-таки вот влюбиться в 90 лет? То есть вот жить-жить-жить и вдруг раз? Конечно. Возраст – это понятие исключительно паспортное. А я, как психоаналитик, говорю о возрастной фиксации. Возрастная фиксация заканчивается на возрасте 35+. То есть есть у нас дети, есть у нас подростки, есть у нас юноши и есть у нас взрослые. А какой паспортный у тебя возраст – это неважно. То есть, например, все бизнесмены, которые воюют с недрами, которые создают собственные проекты, не менеджеры крупного звена в корпорации, а именно которые создают свой бизнес, это есть не кто иный, как подростки. То есть они не просчитывают риски, они тотально верят в успех, как подростки, которые прыгают с гаража, они не думают о том, что они сломают ноги. И он хватается за несколько проектов сразу. Девять прогорают, десятый становится Эпплом. Ему 35, а по возрасту он подросток. Ему 45, а он по возрасту подросток. И он в 45 снова хватается за какие-то дела. Зарабатывает – прогорает, зарабатывает – прогорает. И поэтому здесь возраст вообще совершенно не важен. То есть можно влюбиться в любом возрасте. Даже в 90 тебе не может быть больше 35+. Замечательно. Замечательно. А как можно все-таки различить настоящую любовь и просто сексуальное влечение к красивым… Ну, не знаю, понятно, что мужчины, когда влюбляются в красивых женщин, все время говорят, ну как, вот это пройдет, когда ты столкнешься именно вот… Ну, вы поженитесь, да, вот это будет близость, вы будете жить вместе. Тогда ты поймешь, что тебя привлекала, но только фигура, красивое тело, а вот… А, да, начинается быт и… Да. Вот это вот любовь или это все-таки вот какое-то другое слово для этого можно подобрать? Там, если это любовь, то ничего страшного. Потому что, еще раз повторюсь, есть у нас три уровня. То есть телесный, сексуальный, эмоционально-чувственный. То есть нам нравится делать одинаковые вещи, ехать куда-то в горы, покупать картины, идти на футбол. Могут быть и различные интересы, но вот общность все-таки есть, да, и эмоции мы получаем от совместной деятельности. Ну и поговорить, что называется. Вот если это любовь, то там, где снижается влечение, я уже говорила об этом, там начинает работать любовь. То есть эмоционально-чувственный компонент, ну давай куда-нибудь поедем что-то. Именно сексуальное влечение, да? Да, именно влечение. Там, где снижается влечение, начинают работать другие компоненты любви. Или, допустим, мы увлекаемся какой-то идеей, мы идем на какой-то, я не знаю, тренинг личностного роста, но я свое придумываю что-то. Или, допустим, едем на какую-то конференцию вместе. Или, допустим, ты едешь или приезжаешь мне, рассказываешь, и я вообще под впечатлением. Вот я пока училась в институте психоанализа, мой супруг регулярно на ужине слушал от меня, получал эту информацию, ему очень сильно нравилось, он как будто бы учился со мной вместе. И тогда не страшно, что снижается влечение, потому что сегодня она снизилась, ну как будто бы ты чуть-чуть немножко переел, а потом снова тебе захотелось, чуть-чуть снизилась снова. А вот мне кажется, что такие отношения, да, они могут быть идеальными, пока не включается такое понятие, как ревность. Но вот я смотрю, допустим, из опыта, что происходит вокруг, да, и кто, как правило, больше ревнует, мужчина или женщина? Потому что действительно ревность, она же разрушает очень многое. Здесь вообще это, я предлагаю сделать, кстати, темы передачи. Да, темы передачи. Вы удивитесь, потому что такие, вот я, кстати, интригу такую внесу, вы удивитесь, потому что в нашем представлении есть одно, кто больше ревнует, а на самом деле немножко по-другому. У нас буквально осталось вот пять минут, а самые-то главные у нас остались вопросы, возможно ли близость интимная на первом свидании. Конечно, конечно. То есть это, вот где эти границы или их нет, и мы как раз-таки должны разобрать еще вопрос, что должно совпасть, чтобы человек стал... Да, 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 да. По поводу секса на первом свидании, могу произносить слово? Я думаю, что да, нужно. Хорошо. Вот опять же, американцев я тут вот поизучала, и они говорят, что достаточно задать вопрос, будешь ли ты пивом. И это уже автоматически будет означать на первом свидании, да, что человек согласен с тобой пойти... А почему пиво? А если шампанское ты будешь, то не согласен? Ну я, подожди, пока цитирую американское исследование. То есть готовность людей сделать с тобой это на первом свидании практически 60% не согласны. Не согласны с американцами категорически, все, не согласны. Ну, дело в том, что у нас есть свои собственные исследования на эту тему. Меня очень сильно волновал этот вопрос, и я реально в рамках своей мастерской проводила это исследование. Мои помощники, студенты, они опрашивали всех других студентов, не только нашего вуза, всех своих друзей. Они даже социальный такой опрос запустили в интернет. И девочки соглашаются на секс на первом свидании легче, чем молодые люди. Да ладно, представьте себе, чем молодые люди. Объясню почему. Это в Америке или у нас? У нас, у нас, я говорю, наше исследование. Да, девочки соглашаются легче. Сегодня, это тема сегодняшнего дня. Мальчики меньше соглашаются вступать в интимную близость на первом свидании. Почему? Потому что боятся быть неуспешными, боятся показаться в глазах. Вообще современный человек очень нарциссичный. С девочкой ничего не произойдет, ну, даже если, условно говоря, интимная близость не удалась. Ну, я, то есть, не знаю, с точки зрения женщины, кому она может не удастся. Ну, слушай, удалась или не удалась, да, у девочки. Мужчина в этом смысле гораздо сложнее. И поэтому сейчас ребята реально оттягивают первый секс, потому что боятся, что вот их нарциссическая картинка, что я вот такой идеальный, такой замечательный, все у меня классно, это я могу и это я могу, а она может разрушиться. Ну, если все-таки взять, ну, плюс-минус физиологические, психологические компоненты, то первый секс должен состояться не раньше третьего свидания. Ага. Вот, конкретная вам такая вот, да, история. Во-первых, вы поймете, захочет ли человек еще с вами раз увидеться. Конечно. Потому что раз не раз, и два раза не раз, как говорят. А вот если он уже три раза с тобой захотел увидеться, и вам все три раза интересно друг с другом, вам есть о чем поговорить, и вы смеетесь вместе, прикасаетесь друг к другу. Кстати, на первом и вообще на всех последующих свиданиях очень важно, чтобы люди хоть как-то прикасались друг к другу. Мы, кстати, тоже обсуждали эту тему, что, например, человек не тактил. Но для каждой женщины очень важно будет, если ее возьмут за руку, или просто поцелуют в щеку при приветствии или прощании. Вот Олега я все время целую. Вот, это очень важно. Ну вот, так, то, что я хотела сказать про первое свидание. И про именно секс на первом свидании, да-да-да. Еще очень много всего, куда пойти, как нарядиться и так далее. То есть у нас уже не хватает времени на это. Ну, наверное, вот у нас осталось буквально еще три минутки. Хорошо. А вот что должно совпасть, чтобы человек стал вот действительно твоим? Вот этот вот вопрос, который мы в начале еще даже программы затронули. Угу. Вот должно случиться совпадение. И поэтому даже во время вот этих первых свиданий очень хорошо поговорить вот про совпадение. А что ты любишь есть, какие-то компоненты еды. А какой спорт тебе интересен. А, допустим, вообще что тебе нравится делать, от чего ты получаешь кайф. Обязательно найдутся точки, и дальше ты уже выстраиваешь ту самую цепочку. И, наверное, еще такое понятие, да, как поговорить и помолчать тоже комфортно вместе. Да? Вот. Это очень важно, но не на первом свидании. Потому что на первом свидании. На третьем, после своих свиданий. Может быть, даже так. Ну, безусловно, очень важный компонент – это довериться интуиции. То есть вроде все хорошо и так далее. Ну, например, этот мужчина все время рассказывает про то, какой он важный. Или, например, много смеется и бравирует. Вот это вот я люблю понять и неконгруентная дурашливость. Когда человек вот чрезмерно себя выпячивает, ищи, что за этим скрывается. Потому что, возможно, он прячет свое нежелание входить с тобой в близость. Потому что открыться – это, ну, в общем, достаточно уязвимо. Это для смелых. Гораздо проще, да, прикрыться какими-то успехами, бравадой. Сказать, что ты не очень красивая или умна. Вот совершенно недавно, а тогда, недалеко вчера, молодой человек мне рассказал о том, что его друг увлекал девушек в клубах. Когда он походил, говорю, боже, ты такая некрасивая. Вообще, как ты живешь на этом белом свете? А после этого, говорю, ну что, поехали со мной? И он говорит, все ехали. Ну, я уж не знаю все, сколько процентов составлять не можем. Проверить не можем. Но, во всяком случае, это вот была та самая провокация. И я не рекомендую это. Я просто привожу это как пример. Ну, интуиция, вот эти три компонента, да, эмоциональный, когнитивный, конечно же, телесный влечение должно быть. Если нет влечения, все остальное не выстроишь, особенно для мужчины. Если женщина может изменить свое вот это вот, ну вот это вот чувство, мужчины нет. Надеемся, что советы сегодняшние помогут кому-то на первом свидании подготовиться. Хотя вот действительно мы ничего не успели поговорить и никуда пойти, что надевать на первое свидание, какие-то такие всякие мелочи. Но обязательно мы просим тогда вот Ирину, чтобы мы продолжили действительно разговоры. Давайте, то есть есть еще очень много о чем нам поговорить и во что нарядиться. Это так интересно, вот честное слово. Это действительно интересно, особенно женщина. Она может нарядиться за вечер не один раз. По себе, знаю, сто процентов. Ирина Богачик сегодня была в нашей студии. Елена Михайлова и Олег Пека. Помогал нам звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.